Разминка Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот рос в многодетной семье. И когда батя покупал арбуз, мы ели его с черным хлебом. И тогда я уже понял, что мой батя еврей. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к своему отцу теперь, когда он ушел? Как вы относитесь к своему отцу? Хотел сказать, что за участник команды, но стало стыдно, если честно. Отвечает команда команды в моем квартале все спокойно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы росли в многодетной семье, когда батя покупал арбуз. Мы ели его с черным хлебом. А как вы узнали? А, и тогда я узнал, что мой батя еврей. А как вы относитесь к своему отцу? Охрана в зале пьяный. Ответ от команды в моем квартале. Спокойно. Можно только вопрос, молодой человек неизвестный. Просто только вопрос. А как вы относитесь к своему отцу? А что ты все врешь? У тебя батя сидит. Ответ был от команды КВН по любви. Есть ли еще ответы? 4, 3, 2. Да, ответ от команды КВН сборного Сиба. А как вы относитесь к своему отцу? Слушай, вот у меня в семье 10 человек. Папа покупал арбуз, приносил и съедал. Ты мой братан, наверное, я не знаю. Ну что, спасибо за первый вопрос. Идем дальше. Задавайте, молодой человек. Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Вот, Максим. Вот, пришел на КВН, зал полный. Вот, не знаю, куда сесть. Я бы сказал бы вам. Отвечает команда КВН по любви. Пришел на КВН, зал полный. Вот, не знаю, куда сесть. С отцом его сядь. Спасибо, спасибо, что вы это сказали. Не пришлось мне этого говорить. Но, есть еще ответы? Ответа у больше нет. Садись на задний ряд. Задавайте, молодой человек, вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему на всех станциях метро выход на одну платформу, а на речном на две? Не местный. Искитим. А там выходы, в принципе, есть. Хоть на одну, хоть на вторую. Ответ от команды сборной Новосиба. Почему на всех станциях метро выход на одну платформу, а на речном на две? Чтоб топиться было удобнее. Ну, у тебя такой типаж какой-то, знаешь? Ты вот идеально подходишь, я бы сказал. Так, я тоже всматривался. Типаж такой. Ну, Иван, вы зрите в корень, слушайте. Ответ от команды по любви. Почему на всех станциях метро выход на одну платформу, а на речном две? А там распутье. Налево пойдешь, в старый дом попадешь. Направо пойдешь, на восход придешь. Это были стихи. Ответ от команды картина Ревина. Почему на речном выход на две платформы? У нас вообще один только выход. В коммунизм. Картина Ревина отвечала. Есть еще ответы. Ответов больше нет. Спасибо вам, молодой человек. Движемся дальше. Задавайте свой вопрос. Всем привет. Я ради своего молодого человека сделала пирсинг. А на что вы готовы ради своих половинок? Давай, брат. А на что ты готов ради своей половинки? Иди домой. Это молодой человек просто. Ответ от команды говорит чай. А на что ты готова ради своей половинки? А я ради своего молодого человека сожрала воробья. Слышали историю о девке, которая жрет воробьев? Это она. Берегите воробьев. Соцреклама на КВН. Только лягушка поймала. Все, его нету. Сборная России отвечает. Ой, сборная Новосиба. Тысяча извинений, правда. А на что ты готов ради своей половинки? Ну вот это как раз к вопросу первого молодого человека. Вот тот человек, почему зал пустой? Прости, Евочка. Но есть ли еще? Есть ли еще ответы? Ответов нет. Спасибо большое. Движемся дальше. Всем привет. Итак, вопрос. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? Чем же? Полностью. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? Он надувной. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? А он после секса оценок ждет. Ничего не понятно было. Ну да ладно. Отвечает сборная Новосиба. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? Да тебе тоже на речной, братан, надо. В моем квартале все спокойно. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? Настоящий тебе отличную свадьбу проведет. Кстати, скоро лето. Есть свободные даты? Чай отвечает, ребята. Чем настоящий КВН-чик отличается от ненастоящего? Настоящего потрогать можно, глупый. Иди потрогай, давай. Скорее, скорее, давай. Есть ли еще ответы? Спасибо вам, молодой человек, за вопрос. Движемся дальше. Здорово, Рейншер, здравствуйте. У меня вопрос такой. Без одного пальца кулак теряет силу. А без чего вы теряете силу? Без одного пальца кулак теряет силу, а без чего вы теряете силу? Тоже без одного пальца. И слава богу, говорит. Не ответили и... Да ладно. Чай отвечает. Без одного пальца кулак теряет силу, а без чего вы теряете силу? Без сознания. Отвечает сборная Нова Сима. Без одного пальца кулак теряет силу, а без чего вы теряете силу? Без дыхания я теряю силу. Доволен, как никто другой. Отвечает по любви. Полностью. Без одного пальца кулак теряет силу, а без чего вы теряете силу? А я в детстве упал в котел с пальцами, теперь вообще ничего не боюсь. И отвечает команда в моем квартале «Все спокойно». Без одного пальца кулак теряет силу, а без чего вы теряете силу? Без лунной призмы. Кто понял, какой мультик, те росли в 90-х. Задает вопрос следующий молодой человек, давайте. Всем привет. Ребят, вопрос для меня достаточно насущный. Вот скоро лето, а я вот толстенький. Вопрос, собственно, в следующем. Как мне быстренько худануть? Как мне быстро худануть? Ответ от команды в моем квартале «Спокойно». Как быстренько мне худануть? Ты зимой будешь толстенький. Худануть. Спасибо за новое слово. Буду его везде использовать теперь. Как мне быстренько худануть? Копай огород. Сборная новосива. Ваня. Как мне быстренько худануть? Иди на программу «Звешенные люди». Комплексов не будет вообще. Не взяли. Есть ли еще ответы? Пять, четыре, три, два, один. Спасибо вам, молодой человек. Последние три вопроса. Здравствуйте. Итак, вопрос. Чем отличается депутат от гаишника? Интересный вопрос, кстати. Задавайте, повторяйте, молодой человек. Чем отличается депутат от гаишника? Депутат гаишника может, а гаишник депутата нет. Все боятся отвечать. Это вопрос серьезный, потому что ползала депутатов, ползала гаишника. Отвечает команда в моем квартале все спокойно. Чем отличается депутат от гаишника? Смотрите, Жакир. Все. Все. Есть ли еще ответы? Они разные немножко. Давайте дальше, следующий вопрос. Добрый вечер, всех с наступающим. А что за праздник у тебя, если не забыли? 9 мая, так далее. Кто знает. Да, в общем, вопрос. У вас много интересного. Да. Недавно я был на практике в Москве, в Госдуме. видел с Жириновским. Виделся с Жириновским. Виделся с Жириновским. А какие у вас успехи в жизни? Успех. Виделся с Жириновским. Сложный вопрос. Давайте, команды, думайте. Был недавно в практике. Виделся с Жириновским. Какие у вас успехи в жизни? Не виделся с Жириновским. Молодец. По любви отвечает. Был недавно на практике, виделся с Жириновским. Какие у вас успехи в жизни? А я видел парня, который виделся с Жириновским. О, расскажи всем. Ответ от команды сборной Новосиба. Здорово. Здорово. Виделся с Жириновским. Виделся с Жириновским. Какие у вас успехи в жизни? Иди домой. Здорово. Отвечает чай. Виделся с Жириновским. Какие у вас успехи в жизни? У меня фамилия Лох, но все зовут меня Длинный. Фечально. Все, спасибо большое. И последний вопрос. Есть такое суждение, что у России лучшие друзья — это армия и флот. Как вы относитесь к этому суждению? Что, что, что? Есть. Не слышно просто, правда. Есть суждение, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот. Как вы относитесь к этому суждению? Есть суждение, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот. Как вы относитесь к этому? И ты ради этого всю очередь отстоял? Да. Да не надо больше, ребята, я вам тесно говорю. Вот прав, но послушайте меня. Отвечает, если хочет, картина Рябина. Повторяйте. Желательно. Чтоб все это знали. Есть суждение, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот. Как вы к этому относитесь? Ты тоже Жириновским виделся, да? Частично. Частично. Ножки видел. Он уже в дом заходил. Пятка, говорит, его. По любви отвечает. Как вы относитесь к суждению, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот? Армия и флот, нефть и газ еще. Друг Силюнин. И последний ответ от команды… Нет, привет, последний от команды сборной «Новосиба». Как вы относитесь к суждению, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот? Тебе бы бабу, братан. Но не подведи чай, не подведи. Как вы относитесь к суждению, что у России лучшие друзья — это ее армия и флот? Я недавно откосил от таких друзей. Пойдет аплодисменты молодому человеку, друзья! Я считаю, что разминка прошла успешно. Можно поаплодировать всем командам. Команды идут готовиться. Уберите, пожалуйста, стойку микрофона. И команды идут готовиться к следующему конкурсу. Музыкальное домашнее задание. Ну что ж, а мы пока что видим оценки за конкурс «Разминка». Максимум 6 баллов. Итак, оценки команды «КВН». Сборная «Новосиба». 5! 5! 5! 6! 6! Аплодисменты! Оценки команды «КВН» в моем квартале. Все спокойно. 4! 4! 6! 5! 5! Аплодисменты! Суровые старики какие! Оценки команды «КВН» по любви! 5! 5! 6! 4! 5! Ну можно аплодировать зрителей. Это нормальная практика. Оценки команды «КВН» «Чай». 3! 3! 5! 3! 3! 3! Сашка, ты закемарил, что ли, чуть-чуть? Это уж следующая команда была. И команда «КВН» «Картина» Репина. 3! 3! 5! 4! 4! Санек, ты брат прям. Ну что ж, давай еще раз «Новосиба», потому что Лешка не увидел и не записал. Оценки для «Новосиба». Давайте, это очень интересно. Прям как начало фильма. Оценки команды «КВН» «Сборная» «Новосиба». 5! 5! 5! 6! 6! Вам понравилось? Если понравится, поаплодируйте! 5!